Добрый день, уважаемые участники конференции. Меня всех слышно? Добрый день. Добрый день, уважаемые участники конференции. Следующий участник, но он присоединится попозже, доктор экономических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Ефимов Виктор Алексеевич. Из Татарстана у нас будет участвовать Савельчик Михаил Валерьевич, заместитель директора по науке. Это Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан. И Зайнулина Миляуша Рашитовна, заведующий отделом микро- и мезоисследований Академии. Из Екатеринбурга у нас будут гости. Это Уральский государственный экономический университет. Стрельников Евгений Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела. И Варабыгин Максим Сиреевич, профессор в кафедре финансовых рынков и банковского дела. Из Астаны у нас будет участвовать главный научный сотрудник Центра исследований прикладной экономики Зенильгавдин Алтай Болтеханович. И следующий участник это Национальный банк, председатель Национального банка, ведущий специалист-аналитик управления экономических исследований Департамента исследований и стратегии Национального банка, Сауходжаев Алинжан Исламханович. Добрый день. Также будет участвовать директор Департамента координации Национального банка Жамоубаев Ирлан Кинжибекович. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центра стратегических разработок и экономических исследований. И Байзаков Сайлоу Байзакович, доктор экономических наук, научный руководитель Института экономических исследований. Тема нашей конференции звучит как «Монетарная политика, модернизация экономики». Сегодня не секрет, что все наши страны нацелены на модернизацию экономики. В частности, кто-то делает акцент на то, чтобы сделать модернизацию уже существующих отраслей, которые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью. Либо сделать акцент на создании новых высокотехнологичных конкурентоспособностей производства. Но в любом случае, несомненно, что процесс модернизации очень дорогостоящий и требует значительных инвестиций, денежных вложений. Это должны быть дешевые и длинные деньги. Сегодня, у меня вопрос к участникам конференции. Насколько сегодня монетарная политика государства, насколько сегодня центральные банки нацелены на модернизацию экономики? Какова их роль? Это Ефимов Виктор Алексеевич, ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Вот мы одним из инструментов, то есть, все-таки нашей центробанке, по мнению, например, нашего белорусского коллеги, Центробанк не должен вмешиваться в экономическую политику. Как бы, ну, напрямую он, может быть, только должен поддерживать, на каком-то различную политику завести. Вот у Виктора Алексеевича, наоборот, совершенно иное мнение. Пожалуйста, Виктор Алексеевич, хотелось, чтобы Вы озвучили свои тезисы, Ваши мнения. Да, к сожалению, были сложности с подключением, и мне жалко, что я не приму участие в самом диалоге. Но я ознакомился вот с предложением Байзакова до этого и с предложением Уральского государственного экономического университета. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, нам нужно разобраться в главном. Вот, действительно, Центральный банк, он не должен вмешиваться в прямую в экономику, но он обязан создать надлежащие финансовые и экономические условия. Если они не созданы, это как для космического корабля. Если атмосфера совершенно иная, не для которой он спроектирован, то там он сгорит. Вот финансовая атмосфера – это задача Центробанка, и она решается только в одном случае. Если Центральный банк понимает, что судный процент – это глобальный параметр надгосударственного управления, и он устанавливается всегда по произволу. Попытка привязать судный процент к инфляции – это глобальный обман. Не случайно вот наш аналитик Хазин назвал вообще монетаризм, ну, такой, если угодно, глобальной сектой, потому что там по глошению одно, а по умолчанию совершенно другое. Судный процент должен устанавливаться по произволу, и он напрямую определяет инфляцию. Если вы хотите, чтобы у вас не было инфляции, установите судный процент 0%, как это предусмотрено в коранической нравственности, потому что вопрос о судном проценте – это не вопрос экономики. Это вопрос нравственности, он уходит корнями в проблемы нравственности и миропонимания. Поэтому Библия разрешает ростовщичество, Коран считает это самым страшным грехом. В свое время Аристотель считал, что ростовщичество – это то, что губительно влияет на экономику страны. Так вот, надо отталкиваться только отсюда, потому что как только вы вводите судный процент, и особенно если он выше, чем рентабельность оборота капитала в реальном секторе, то весь реальный сектор обречен, как это происходит в Белоруссии. Я вот только что побывал в Белоруссии, но извините, когда вы принимаете депозиты под 45% годовых, то неужели вы не понимаете, что это схема обмана глобального государства, то есть к вам приезжает человек с миллионом долларов в контакте с вашим центробанком, на годик оставляет в ваших рублях, а через год увозит полмиллиона чистой прибыли. Вот что такое. Ну, это известные вещи, и мне даже неудобно в этой аудитории это обсуждать. Как бы мы делаем вид, что этого не замечаем, видимо. Вы знаете, что, к примеру, есть такие примеры, они давно рассчитаны, что если бы вы положили один цент в год рождения Христа и ничего бы не делали под 4%, то у вас через тысячу с лишним лет у вас бы на счете была стоимость эквивалентная земному шару в золотом исполнении. Вот что такое судный процент. Поэтому пока мы не поймем, что судный процент это не следствие инфляции, а ее причина, мы никогда ничего не изменим в экономике. Пока мы не поймем, что общение между нами странами, между нашими странами, должно идти через единую корзину валют с введением какой-то нашей наднациональной валюты, энергетически обеспеченной желательно, энергетический рубль. И когда мы применяем валюту третьей страны для наших внутренних расчетов, в России, Казахстане, Белоруссии, то это полный нонсенс. И его могут поддерживать только те, кто ангажирован в обход сознания или осмысленно на интересы доллара, на интересы того, кто включает этот доллар. Сегодня, к примеру, если брать Россию, за 1 килограмм 100 долларовых купюр мы отдаем 10 килограммов золота, а равно составы нефти, газа, леса. Кто-то мне говорит, что эти доллары мы потом вернем. Да ничего подобного. Доллары работают только до тех пор, пока они идут из Соединенных Штатов во внешний мир. Попытка развернуть этот поток, она неизбежно приведет к тому, что доллар будет изъят из обращения. Поэтому здесь вообще-то все это связано с глобальным геостратегическим обманом, который поддается как некая теория, монетаристская, которой в действительности теории не является. Это технология обмана. Ну вот так, если кратко, может быть, это сильно расходится с тем, что обсуждалось до этого. Но я действительно направил вам информацию по истокам кризиса мировой кредитно-финансовой системы. Я в свое время делал доклад в Кремле, и можно его посмотреть дополнительно. Большое спасибо. И, конечно, одну Вашу статью по модернизации, как раз в деле, где все эти вещи освещаются, я отправляла тоже сегодняшним участникам, но дополнительно даже... Единственное, если можно... Сейчас можно включиться еще раз. Всяти в материалы, все находятся в открытом доступе. У меня к Вам другой вопрос. Вот ставка рефинансирования. Сегодня ее, говорят, устанавливают из-за уровня инфляции. То есть сегодня ставка рефинансирования, она больше, не знаю, если я права, играет роль не инструмента денежно-кредитной политики, а скорее является инструментом бюджетно-налоговой политики. И она используется для того, чтобы возместить государству какие-то потери, именно инфляционные потери. В этой связи, получается, если ставка рефинансирования, для возмещения государства инфляционных потерь, получается, нужно ввозить какой-то другой инструмент? Да, здесь не нужен и второй инструмент. Нужно просто понять истинное предназначение ставки кредитования. Если Вы посмотрите на Соединенные Штаты, на Европу, по Соединенным Штатам я Вам могу данные по 2012 году, там ставка рефинансирования была в 9 раз ниже, чем инфляция. В Европе ставка кредитования была в 5 раз ниже, чем инфляция. Поэтому я утверждаю одно, что ставка кредитования никогда не должна зависеть от инфляции. Ставка кредитования устанавливается по произволу. И именно она определяет инфляцию. То есть проблема в чем? Проблема, есть такая теорема неопределенности Гёделя, которая говорит, что если Вы находитесь внутри системы, то Вам понять ее изъяны очень сложно. То есть когда я Вам скажу, что ветер начинается тогда, когда начинают качаться ветви на деревьях, то Вы меня никогда не опровергнете. Всегда будет так. Но это не значит, что ветер возникает от того, что ветви начали качаться. Точно так же соотношение инфляции с судного процента. Если Вы устанавливаете высокий судный процент, то у Вас с неизбежностью будет инфляция не ниже, чем этого судного процента. Но если Вы посмотрите, в Белоруссии сегодня под 70% выдают кредиты, то там, чтобы поехать на метро, нужна такая пачка денег. Я там, так сказать, оставлял сдачу, я говорю, ну на метро-то хватит. Говорят, да нет, не хватит. А это были десятки каких-то бумажек, которые обесценились. Почему? Через судный процент. Поэтому управление реальное осуществляется глобальное, действительно через судный процент, который устанавливается по произволу. Та страна, которая претендует на роль превратить кого-то в колонию, она предлагает им принципы Вашингтонского консенсуса. И говорят как раз о том, что ставку нужно держать в районе инфляции. Но если Вы ставку держите в инфляции, то у Вас никогда инфляция не уменьшится. Вот если Вы ставку снизите резко, как это сделали все страны, те, которые по сути являются странами-метрополиями, что произошло, когда произошел кризис, все расчеты экономически были отброшены. Соединенные Штаты Европы строго обнулили учетную ставку. Она и до сих пор там 0,2%. А в Японии никогда всю историю не было ставки выше, чем 0,1% или 0,5%. И именно поэтому там нет инфляции, и именно поэтому там идет промышленное развитие. Там же, где под тем или иным предлогом говорят, что у Вас должна быть высокая ставка, потому что у Вас инфляция, то как только Вы ввели ставку, у Вас с неизбежностью будет инфляция. Ну и еще одну реплику я хотел сказать по Уральскому экономическому университету. Для меня, конечно, несколько странно даже, что в России предлагается со стороны ученых переход к золотому червонцу. Это, конечно, передовая мысль, но 18-19 века, но никак не 21-го. В качестве товара-эквивалента должен быть выбран такой товар, чтобы он сохранял свою устойчивость. Если Вы привяжетесь к доллару, у Вас товарная масса растет, а масса доллара, а масса золота, она не растет. И у Вас начнут прыгать цены, причем фантастические. Поэтому возврат к золоту – абсолютная нелепость. Возвращаться нужно к киловатт-часу электроэнергии, к энергетическому стандарту обеспеченности валют. Вот тогда у Вас будет, чем больше товаров, тем больше и энергии подается на вход производственно-потребительской системы. То есть денежная масса и количество товаров, или обеспеченность денежной массы, всегда будут увязаны, в отличие от золота. Поэтому главное еще в экономике, вот помимо судного процента, который просто является грабежом, с 1000 по 1300 год судный процент был запрещен и карался вплоть до смертной казни. И вот тогда именно и прошло великое развитие Европы, где создавались мельницы, строились мануфактуры, возделывалась земля. Это есть исторические хроники по поводу этого периода. Поэтому первое, это полный запрет на судный процент, и тогда инфляции не будет. Ведь возьмите Дмитрия Ивановича Менделеева, с думой о благе российском, он приводит цифры. В течение 100 лет, с 1795 по 1895 год, цены неуклонно снижались. На все товары ежегодно снижались цены. Так что инфляция это не закон развития, а дело дураков, управляющих экономическо-финансовыми блоками стран, которые превращают в криптоколонии. И которым навязывают под видом экономической теории вашингтонский консенсус и его принципы, которые раньше применялись для стран Латинской Америки, а теперь пропагандируются для стран бывшего СССР. И мы с вами попадаемся на эту удочку, и вот в этих рамках начинаем что-то обсуждать. А надо понять, что все, что нам навязывается, это радикально не та система. От нее надо отказаться полностью. Не пытаться ее улучшить, как это делает Байзаков. Он правильно говорит, что нужна и устойчивость валюты, а не только борьба с инфляцией. Но это опять же то же самое, что вы плывете на уже потерпевшем катастрофу Титаники, и вместо того, чтобы пересесть на другой корабль, вы думаете, как бы там чего-то улучшить. Улучшать там нечего. Нам нужна своя собственная система. Система России, Белоруссии, Казахстана и Китая. В марте месяце мы проводим Пушкинский клуб сближения цивилизаций. Я надеюсь, что в нем примут аналитики и банки из Китая, из Казахстана. Хотелось бы пригласить, мы такие переговоры ведем из Белоруссии. И у нас есть что предложить вместо того Титаника, проблемы которого сегодня обсуждаются. Большое спасибо. А вот как раз к вопросу о национальной валюте. Вы здесь есть? Уральского государственного экономического коллектива. Да, да. Ага. Если есть, если вы нас слышите, напишите в чат или ответьте. Уральский слышно. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Денежное обеспечение экономики Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитрыel DimaTorzok Это иная философия, иное понимание миссии денег. А валюта должна быть единая, за которую товары не продаются. Вот смотрите, мы с вами договорились. Россия, Белоруссия, Китай, Казахстан. Каждый внес в корзину валют, это банк, хотя и не в полной мере банк. Каждый вносит свою валюту. Россия внесла рубли, получила на свой счет энергетические рубли, как национальную валюту. Эта валюта не принадлежит ни одной из стран мира. Казахстан внес тенге. Внес-то тенге, а на счете получил энергетические рубли. Но за энергетические рубли он может купить или рубли, российские или белорусские, или юань. И в зависимости от того, с какой страной ему нужно рассчитаться, он сегодня и покупает нужно с Китаем. Он покупает юани, поскольку юани там лежат, и с Китаем рассчитывается в юанях. Нужно с Россией рассчитывается в рублях. Но каждая страна за своей территорией принимает к расчету только свои собственные деньги. И больше деньги ни одной страны. Если какая-то страна подсунула вам свои деньги вместо реальных расчетов между двумя странами, то это режим финансовой колонии. Вы заведомо вошли в режим работы финансовой колонии. То есть у вас есть страна-метрополия и есть колония. Вы используете деньги в России сейчас, реально деньги. Это американский доллар. А рубль это квитанция на право получения настоящих денег. Потому что рубль сегодня имитируется только под доллар, который попадает в страну. А как же он должен имитироваться? Да по Пушкину. Почему мы говорим «пушкинский клуб» в движении финансовой колонии? Пушкин об этом четко сказал. Как государство богатеет и чем живет? И почему не нужно доллара ему, когда простой продукт имеет? Ну он говорил золото, но сейчас с функцией золота играет доллар. Так вот, если бы мы поняли Пушкина, то мы поняли бы, что если в Казахстане, в России, в Белоруссии, в Китае есть простой продукт, то нам не нужны доллары. Нам нужно рассчитываться в своих деньгах. Каждая страна должна к расчету кричать только свои собственные деньги. Как только мы введем с вами золотой юань, так считайте, что мы стали колонией теперь, но уже не Соединенных Штатов, а не Китая. Причем не Китая впрямую, а это глобальная финансовая система будет паразитировать теперь не Соединенных Штатов, а на Китае. А мы становимся заложниками глобальной финансовой системы. Все наши центральные банки – это программно-адаптивные модули, встроенные в эту систему. Они никакого отношения к государственности страны не имеют. Если вы хотите правительство ваше позаимствовать деньги или наше, можно, конечно, позаимствовать в Центральном банке, но это будет гораздо дороже, чем у Ротшильда. Вот и все. Поэтому какой же центральный банк? Посмотрите и по закону о Центральном банке. Он никакого отношения к нашему государству не имеет. Это надгосударственная структура, программно-адаптивный модуль, который представляет интересы Федеральной резервной системы. Ну, ни в коей мере не интересы страны. К интересам страны никакого отношения к Центральным банкам не имеет. Если кто-то в этом сомневается, посмотрите. Посмотрите, есть такое... Сейчас слышно меня? Виктор Васильевич, добрый день. Да, добрый день. Если кто-то в этом сомневается, посмотрите. Вот кто-то, если сомневается, посмотрите. Ну, продолжайте, да, я не хочу. Посмотрите отчет нашего председателя Центрального банка Игнатьева. Стал. Перед федеральным собранием. Кожукен, доктор наук. Матвиенко. Да, да. Вообще-то я пытался как бы сегодня вступать в дискуссию, но... Я сегодня в первый раз участвую в этой дискуссии. Но, честно говоря, вы меня развеселили вашими осуждениями. Вы читали Харриса? Я очень много читал, но я начинаю с Библии и Корана. Что касается судного процента инфляции, даже если вы будете выдавать рубли, энергорубли, энергорубли под твой процент, вы не живете инфляцией, если у вас будут избирать деньги. Просто-напросто. То есть, есть прямая связь между количеством денежной массы, энергетических, каких угодно, там, финансы и товаром в экономике. Это первое. Второе. Есть особенность у электроэнергии. Это товар, который не хранится. Его нельзя как воду хранить в бутылке, или как зерно там в мяках, или как золото в свитках. Энергия вообще не хранится. Он австрический. И вот, теперь вопрос вам. Как можно рассчитаться, скажем, с Европой, с Германией, да? Если нам надо купить в Германии станки, то, понятное дело, рублями мы не будем с ними рассчитывать. Они скажут, давайте нам доллары, ну или же евро. А на электрорублей, что мы можем купить в Европе? Ведь даже, если, скажем, говорить по Казахстану, в вашем, значит, товарообороте между Казахстаном и Россией, наша доля в российской экономике около пяти процентов. Но мы получим вот свои рубли. А надо купить, скажем, самолеты, пароходы, оборудование. Спасибо. 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 Вопросы к вам. Ваши плоско-концессии. Вы уже как бы отменили, извинились перед всеми мерами, сказали, что ошивались коллеги из вашего плана. Мы уже лет пять тому назад. Спасибо. Сейчас подключить. Сейчас. Можно ответить что-то, да? Можно ответить что-то. Да. Видите ли, в чем дело? Когда мы говорим о единице измерения экономических величин, то это не значит, что вот она обязательно должна лежать в подвале, как золото. Вот у вас золото лежит в подвале, как, значит, обеспечение денежной массы. А потом вы через пять лет заглянули, оказывается, там золота уже давно нет. Но вы этого пять лет не видели. Вот если электроэнергия у вас пропадет, то вы это увидите в ту же секунду. Поэтому электроэнергия, опять же, здесь речь не идет о том, чтобы в электроэнергии рассчитываться. Рассчитываться в бумагах или в электронных деньгах, как сейчас они есть. Но только чтобы за ними что-то реальное стояло. Как хранить это? Ну, вы возьмите тот же, значит, ту же нефть, тот же газ, тот же лес. Нефть, газ, они же запросто пересчитываются в электроэнергию. Вы поставьте дизель-генератор, и вы точный коэффициент перевода нефти в электроэнергию получите. Но нефть и газ все-таки могут храниться, но газ тоже может храниться, в отличие от электроэнергии. Речь идет, а еще раз говорю, это просто единица измерения, и не более того. В чем можно измерять? Если вы хотите ввести нефть, то там начинаются разные качества, разные там, так сказать, проблемы по составу нефти и так далее. Киловатт-час электроэнергии, он и в Африке киловатт-час. В этом его особенность. А он для этого вовсе не должен лежать на складе. Просто если у вас работает производственная потребительская система, то она ежесекундно получает определенное количество электроэнергии. Если вы хотите понять тенденции выпуска продукции в Казахстане, вы можете обращаться к статистам, а можете к электрикам и спросить, сколько электроэнергии было потреблено. И по количеству потребленной энергии вы точно узнаете количество выпущенного товара. Стало ли оно больше или оно стало меньше. Потому что при фиксированном КПД, а он быстро не меняется, объем товара на выходе всегда будет прямо пропорционален энергии, которая подана на вход в производственно-потребительскую систему. Что касается, как покупать в Европе, я вам объясню, как покупать в Европе. За всю историю перестройки Россия, если вы посмотрите баланс внешнеторговый, то мы всегда продаем в полтора-два раза больше, чем покупаем. Поэтому проблема-то просто решается. Нужно точно так же зеркально им сказать, ребятки, если вы хотите что-то купить в России или в Казахстане, то будьте любезны, не свежеотпечатанные доллары нам везите, и не цифры в компьютере, а наши денежки. Ах, у вас их нет, займите в долг. Ах, у вас их нет, привезите нам такой-то товар, мы с вами рассчитаемся в рублях, а вы с нами рассчитаетесь за нашу продукцию. Поэтому, опять же, к Пушкину. Не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. У нас с вами вместе взяты Китай, Россия, Белоруссия, Казахстан простого продукта столько, что Соединенным Штатам и Европе и не снилось даже по количеству товарной продукции, которая у нас есть, о которой Пушкин говорит, простой продукт. Но мы должны договориться, что ни одного грамма нашего продукта больше ни в Европу, ни в Соединенные Штаты за их деньги мы не продаем. Ведь вы правильно сказали. Вы приедете в Европу, вам говорят, не, рубли нам не нужны. А почему же они к нам приезжают со своими долларами, а мы им запросто отдаем весь свой товар? Это же нонсенс. А вот в этом есть суть экономики, суть рынка в этом как раз и заключается. Если вам нужны их товары, будете покупать за их деньги. И в том объеме, сколько вы можете представить, объем долларов, евро. Но если вы повезете туда, скажем, вагон рублей, и вы просите, чтобы они продали на этот вагон рублей вам оборудование, скажут коллеги, дайте нам доллары, дайте нам евро, и по курсу обменному, рыночному курсу обменному. Так мы с вами хотим что-то изменить. Это реальность объективная. Мы хотим что-то изменить. Мы хотим что-то изменить или хотим оставить, или нас устраивает, что-то изменить финансовая колония и доллара. Подавите 10 грамм золота. Значит, доллар дорогой, в цене, пользуется спросом, как платежное средство. Вы можете на эти доллары купить что угодно. А почему он пользуется спросом? Я вам поясню. Почему доллар пользуется спросом? Потому что за доллар Россия продает нефть, газ и лес. Как только завтра Россия перестанет продавать газ, нефть, лес, золото за доллары, так доллар спросом не будет пользоваться, я вас уверяю. Это же субъективные вещи. Доллар обеспечен только нашим с вашими товарами, но не своим. Если вы хотите обеспечить рубль, так вы продавайте свой товар за рубли. Это потому что деньги должны иметь товарное обеспечение. И как только вы начнете продавать свой товар за рубли, так будет обеспечен рубль, а не доллар. А если вы продаете за доллары, конечно, тогда вы говорите, но они-то так и делают, они к нам вагонами и самолетами везут доллары. И доллар, я же вам говорил, я не поленился, посчитал, я работал председателем правления банка, было гораздо больше, я не поленился, посчитал. За один килограмм бумаги, 100 долларов в кутурах, мы отдаем 10 килограммов золота. И так уже 20 лет. К нам идет только бумага, а от нас идут реальные товары. И после этого мы удивляемся, почему у нас инфляция и почему мы так отстаем в развитии. Да очень просто. Исключительно и только кредитно-финансовая система. Мы попали в эту систему на правах финансовой колонии. Отсюда результат. Как только мы говорим, хватит, ребята. То есть ваше предложение пока, ну да, вот так сложилось, давайте так это и оставим. А я говорю, что ту систему, которая сложилась, мы ее должны изменить. И должны сделать это Россия, Китай и Казахстан прежде всего. Потому что мы основные товары, производящие страны. Это несопоставимо больше, чем все остальное. Но нам надо продавать товары за свои наднациональные деньги. Кто-то хочет купить газ, кто-то хочет купить нефть. Извините, ребята, с 1 января, там условно говоря, 15-го года, мы продаем их только за энергетические рубли. Хотите покупать, пожалуйста, занимайте у нас, кредиты берите, покупайте их, меняйте их на доллары, на свои, если мы согласимся. Но тогда пойдет система товарного обмена. А сейчас у нас обмен товара на бумагу и на цифры в компьютере. Спасибо. Ясно. Ясно. Спасибо большое за интересный поле. Есть еще желающие прокомментировать или задать вопросы или выступить со своими сообщениями? Спасибо. 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 По последнему выступлению я если можно одну реплику нам нужно избавиться от синдрома неполноценности мы вот считаем вот те страны развитые а мы какие-то недоразвитые да мы недоразвитые только потому что играем по правилам которые они для нас устанавливают я вот говорил сейчас вам просто приведу конкретные цифры только что мне их принесли по тринадцатому году соединенные штаты ставка рефинансирования 025 инфляция инфляция в 6 раз больше европа ставка рефинансирования в 4 раза больше россия ставка 825 а инфляция 645 ну так извините так мы никогда не снимем себя клеймо недоразвитых и и не вполне совершенных нам нужно понять что единственный инструмент глобального управления ставка рефинансирования сделали ставку равной нулю банки у вас будут работать так как работают исламские банки как работают все банки японии они получают заход нет процентов а доход как часть прибыли зарабатываемой в реальном секторе производства вот банкир и промышленник садятся в одну лодку и я хочу сказать вашему центральную банку зачем нужно снижение до нуля затем чтобы мог развиваться реальный сектор производства все банкиры должны получать доход может быть даже больше чем сегодня но как инвестиционный инвестиционный доход реализовали проект предприятие заработало прибыль и часть этой прибыли поделилась с банком но тогда мы ставим все что называется на свои ноги пока у нас считается что реальный сектор это второстепенно главная денежная система точно так же есть шуточка такая у казьмы прудкова потому что вот у нас вроде бы как деньги и это солнце а реальный сектор это луна так отблески того хотя должно быть наоборот денег нужно печатать столько сколько у вас есть реальных ресурсов и реальных возможностей у государства которое само себя содержит да не является колонией не может не хватать денег у него может не хватать рабочей силы может не хватать электроэнергии может не хватать леса но не может насчет денег деньги это просто информация сколько столько сколько есть ресурсов да и возможностей да да сколько ресурсов каких ресурсов бумаг ресурсы бумаги из чего ресурсы какие вы хотите организовать каких ресурсов скажем вы берете нет 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 смотрите вы хотите развернуть программу строительство жилья у вас есть лес у вас есть строительные руки у вас есть все у вас есть земля но нет денег нам часто говорят так вы их просто напечатайте потому что деньги это информация на бумажном или электронном носителе так проблема вся в том вот я хотел казьме прудков обратиться он задает такой вопрос говорит скажите а что важнее для человека солнце или луна и сам же отвечает ну конечно же луна потому что солнце светит днем когда и так светло алан луна по ночам когда темно вот у нас точно такой взгляд что ну конечно же главное это финансы а реальный сектор это ерунда деньги будут так мы все сделаем ничего подобного это извращенное сознание есть такая книжка есть такая книжка история безумия так вот все что сейчас творится это чистое безумие но оно целенаправленно навязано вкладывается огромные средства чтобы это безумие поддерживать в том числе и в научной среде а стереотипы которые внедрены в общественное сознание они очень устойчивы и вот вам будут говорить что деньги нельзя печатать потому что будет инфляция а я вам вас уверяю что чем больше денег вы напечатаете тем ниже будет инфляция правда при одном условии что вы научились управлять этими деньгами и направляете их не в сферу потребления а в сферу производства то есть если у вас был один завод а вы напечатали огромное количество денег построили второй завод за эти деньги и он начал выпускать продукции в два раза больше то цена на эту продукцию упадет поэтому вот эти аксиомы чем больше денег тем больше инфляции они абсолютно порочны потому что есть контуры да мне кажется можно обсудить ваши предложения уже как бы более узким кругом но конечно очень много противоречий в ваших предложениях то вы говорите о ресурсах то говорите о электроэнергии которую невозможно хранить то время что если сколько угодно учат эти инфляции то еще какие то но давайте мы подескопили на эту тему похоже через неделю когда подготовимся а что касается опыта неполноценности так у нас их его нет на самом деле просто надо сегодня идти в курсе нормальной экономической трагматичной экономики современной трагматичной экономики без всяких авантюр без всяких как бы перерыв нормальных уже я так понимаю спасибо через две недели можно обсуждать сейчас к нам наша консеренция я вижу главный научный сотрудник Центра исследования прикладной экономики Тепан Анастана Зенелёвина Алтай Болтеханович Алтай Болтеханович вы не слышите? Any Rose Алло, слышны мне? Алло, слышны меня? Да Да Уважаемые коллеги я хотел бы высказаться Я хотел бы высказаться по нескольким вопросам. Уважаемые коллеги, хотел бы обратить ваше внимание, что после мирового финансового кризиса зарубежные центральные банки вынуждены были прибегнуть к новой такой мере нетрадиционной монетарной политики. Это как количественное смягчение. В чем это выражается? Это увеличение денежного предложения путем понижения процентных ставок. А это привело к росту ВВП США в Европе. Следовательно, где-то вывод напрашивается, денежная система и кредитная система взаимодействия способствуют увеличению финансовых ресурсов в хозяйственных субъектов, населения и государства. Следовательно, мы должны комплексно изучить взаимодействие денежно-кредитной политики, его взаимодействие, его влияние на реальный сектор экономики Республики Казахстан. В этой части глава государства тоже поставил задачу разработать новую денежно-кредитную политику в Республике Казахстан, которая нацелена именно на обеспечение экономики необходимыми денежными ресурсами, уважаемые коллеги. Следовательно, здесь мы не говорим о том, что прямое влияние национального банка, а именно создать условия увеличения для денежного приложения путем снижения процентных ставок. В связи с этим я согласен с теми учеными, которые здесь выступают снижение процентной ставки, ставки рефинансирования национальным банком. Сегодня национальный банк должен очень серьезно над этим вопросом продумать, потому что сегодня именно влияние кредитной политики на экономику снижается, а конкретных финансовых ресурсов в Республике именно в обеспечении кредитными ресурсами реальных секторов экономики. Малого и среднего бизнеса у нас в Республике есть. Об этом связывается снижение влияния кредита на экономику страны. Если цифры преподнести здесь, вот допустим, снижается роль банка в экономике Республики в последние годы, в частности отношение активов к КВП уменьшилось почти до 14 процентов, а также активов судного портфеля КВП. В последние годы кредиты малой и средней бизнеса тоже уменьшаются. Сейчас я с этим надвижным вопросом над кредитной политикой, над денежной и кредитной политикой очень серьезно подумаю. Теперь по поводу того, что насчет новой национальной валюты, наднациональной валютой, уважаемые коллеги, системно надо продумать изучение теоретических вопросов денег и выполнение этих его функций. В первую очередь функции как средства платежа. Настолько действительно здесь вопрос идет о том, деньги выполняют свою функцию как мера стоимости. Регулированный масштаб цен. Дальше средства платежа, дальше средства обращения, средства накопления. Комплексное изучение этих функций в теоретическом и практическом плане позволит нам выработать единые подходы к разработке возможно новой наднациональной валюты в Республике Казахстана. В общем, Россия, Белоруссия, Казахстана, Китая и так далее. А насчет действительно золотовалютного обеспечения, уважаемые коллеги, здесь надо очень серьезно продумать. Тоже США, Германия и так далее взять. У них золотые резервы достаточно на сегодняшний день. Намного больше, чем в России. Золотовалютное обеспечение. Да. Поэтому вопрос здесь очень тщательно должен быть продуман. А вопрос о том, что какая значит золото будет играть главную роль в измерении цен, масштаба цен, или какой-то другой элемент будет играть, или энергетика, или другой. Этот вопрос, если тщательно, обдумывание требует. С учетом тех, я имею в виду, теоретических практических изучений этих вопросов. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Владимир Балтаханович. Есть еще желающие выступить? К сожалению, из-за каких-то технических неполадок у нас некачественно прошла эта конференция. Но в любом случае, я хочу сказать большое спасибо всем участникам. И я так поняла, у многих появились такие желания подискутировать друг с другом на определенные темы. И если вы не против, я, наверное, разошлю сегодняшним всем участникам контакты остальных и материалы, которые у меня есть. Для того, чтобы вы могли, хотя бы попозже, может быть, подискутить в дальнейшем. У меня серьезный человек с ним, который будет связаться. Большое спасибо участникам и организаторам этой конференции. До свидания. До свидания. Спасибо.